Здарова, пупсики! Продолжаем смотреть с вами мемы от Ни буди. Образовываться. И сегодня мы... Образовываться? Ну да. Да, образовываться. И сегодня мы посмотрим, откуда мемы в бархатной тяге, кот мяукает в камеру, и... БАМААААААА! Наверное так. Поехали. Что за тяги такие бархатные? Слышали такую фразу? Нет, не слышала. Нет, не слышал. И знаешь, в чем прикол? Когда говорят бархатные тяги, у меня почему-то ассоциация не с ботами. Но ассоциация с какими-то запрещенными штуками. Когда, знаешь, ну, допустим, кто-то курит, и кого-то там затяжка, и типа это тяга. Да, бархатная тяга. Типа, знаешь, так мягко зашла, типа бархатная тяга. Я не знаю, почему именно такая ассоциация. Спулярно стала описывать вот такую странную дизайнерскую обувь. Что за тяги такие? О, 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 мы увидели с тобой, знаешь, у кого похожие? У Плюшкина. У Богдана на плюшках. Он ходил таких по рынку похожих. Тяги, ребята, фу, кефтеме. Обычно это какие-то вытянутые блестящие туфли. Иногда с игурками животных. Есть и совсем абсурдные, например, три полоски Adidas плюс каблук. Хотя вот вы смеетесь, а такие, оказывается, реально существуют. В Болентьяках какая-нибудь? Адидас и Гуччи. Золотые вон даже есть кому надо. Сама фраза бархатной тяги, судя по Перзаливам, взятая из голосового сообщения в WhatsApp'е. Аудиозапись давненько гуляет по интернету. Наиболее ранее загруженная еще в начале 2018 года. В мемах обычно фраза сканчивается на славе кефтеме. Это ж них пить можно. Типа, как знаешь, есть туфли невесты, с которых на свадьбе пьют. А тут туфли женека? Да, и такие еще длинные, так через трубочку всасывают, чтобы весь пот втянуть по ходу дела. Но там есть и продолжение, которое дает больше вопросов, чем ответов. Под словом тяга можно иметь большое количество вещей. Сразу на ум приходит тяга ингалятора. Но вы поняли, про че я. Но именно в этом голосовом сложно сказать, о чем конкретно идет речь. Еще многие выцепили слово кефтеме и начали писать его в комментариях. Нетрудно догадаться, что он означает что-то по типу кайф, круто, примерно как ауф. Но дословно в переводе с татарского это звучит как кефир. По смыслу ясное дело здесь это не подходит. Стоит сказать, что еще до бархатных тяг было другое слово, описывающее этот стиль. А именно, подкрадули. Оно появилось еще довольно давно. Я не слышала. Если перевести на английский, то они звучат как сникерс. Это производное от слова сник. Что означает подкрадываться, прошло бы быть украдкой. Отсюда дословный перевод выдает подкрадули. Слушай, мне кажется, ты таких максимально недовольно делаешь подкрадули. Вот вообще никак ты сделаешь подкрадули. Ну вообще ноль. Некоторые люди выкладывают реальные обезда в продаже бархатных тяг или подкрадули. А какие-то магазины вообще так подписывают свою продукцию? Все? Все? Ну ты узнал и узнал. Так, кот мяукает в камеру. Видели этого кота, который мяукает в камеру? Он стал мемом. Первое. Видео с ним было загружено в тикток с подписью. Он хочет сказать что-то важное. В этом видео кота берут на руки и подносят к дверному звонку ринг. Сразу же вспоминается тот человек, который снимал всякую лично этот звонок. У него даже есть похожее видео, где он также подносит кота к камере. Вот откуда взяли? Этот кот не залетел. Пользователь, который выложил первое видео с этим котом, предположительно не является своим хозяином или же знакомым хозяином. Так как в комментариях он оставил инстаграм-аккаунт. Кота зовут Рипли. Даже есть еще одно видео с ним, исходя из которого можно узнать, что коту уже 10 лет. В тикток, снятый на дверной звонок, развирусился. Кто-то начал снимать пародию уже со своими домашними животными. Это подложенное. Да, он даже не мяукнул. Это мяукнул, да. Это мяукнул, конечно, с этим котом. Что, все? Серьезно? Почему? Как это становится мем? Ну, нет, ну, непонятно. Тикток случайно подцепил. Он случайно всякое подцепливает, да, и начинает рекомендовать, да? Все, что все на подцепливает тикток, все становится мемом полуучать. Ты думаешь, ну, а зачем мне дать кому-то, что вот это, когда это никакой не мем, ничего не смешно. Ну, мем, да, не смешно. Нет, я понимаю. В каких ситуациях это использовать? Я понимаю прикол в бархатных тягах. Ну, типа, это такие нелепые ботинки, реально выглядят странно. А тут, смотри, вот, скажи, кому бы ты кинула такой мем, чтобы посмеяться? И в какой ситуации? Ну, ты, типа, сам придумываешь шутку, допустим, там. Я пытаюсь оправдаться маме за плохую оценку в дневнике, когда она пришла с родительского собрания. И с родительского котика, и он такой, мяу. Наверное, так. Ну, это моя первая пришедшая идея в голову. Ну, окей, ладно, ладно. Ладно. Мама какая-то, давай. В тиктоке стало популярно вот такое видео, где чел в школьном туалете поет в фабру. Оригинал выложили на аккаунте с ником Клуб Завтрак. На нем пару школьных друзей снимают типичный для тиктока контент. И уже 9 февраля самое первое снятое видео залетело. Да, это же, я хотел сказать про Федди Меркьюри, он даже там в тегах стоит. Это то, что песня, знаешь, такая... Мама, у-у-у-у. Вот у него есть такая, короче... Терратор писклявым голосом говорит. Мама. А далее чел с шваброй громко, грациозно пропевает. Мама. Очевидно, что это была пародия на Фредди Меркьюри. Для украины даже в хэштегах это написали. Песня называется «Бхемская рапсодия» и дропнута была еще в 1975-м. Оригинальный тикток набрал 3 миллиона просмотров и стал популярным. Кто-то начал снимать пародию на него. С хоть 4 года он шел. А кто-то делает сравнение между Фредди Меркьюри и этим парнем. Кстати, в комментах из-за пародии его прозвали Фредди Меркьюри. Вот такой небольшой, но забавный мем. Подписывайтесь. Я себя чувствую... Знаешь, есть такая древняя вставка, виде вставка, там, где мужик сидит. И сидит такой, и плачет, говорит, в чем смысл? What the point? Такой вот... Вот я себя чувствую этим челником. Куда вот это кинуть? Вот как? Кому? Просто? Я не знаю, кому я такое кинул, чтобы вот прям вот... Смотри, смотри, смотри. А потом чувак смешно крикнул «мама». И хлопнул энергично шваброй, поэтому это смешно. Да почему смешно, а не смешно? Понял? И поэтому должно быть смешно. Ладно, короче, мне понравились из этих трех подборок бархатные тяги. Я в них понимала, как он прикол. Да, бархатные тяги смешные. Они хорошие, они нормальные. Там смешные туфли, все понятно. Даже по каналу видно, что они смешнее. Они просто раньше вышли. Миллион пятьсот. Они смешнее. Ну что, на два дня разница, видишь? Ну ладно. Вот это реально заслужено. А не знаю, сейчас остальные кот и мама не о чем. Я вообще не знаю. Ты вообще, не понимаю, как может мемом тиктока три миллиона? Три миллиона в рамках... Меркам тиктока это... Меркам тиктока это говно. Ого, как ты прям жестко сказал. Что засрал чела Федю Меркурия. Я не говорю, что про Федю Меркурия, я говорю, что это говно цифры. Ну, потому что кому-то понравилось. Там у людей поднимено лайков стоять, а не просмотров. У него три сном миллиона. А раз делали делать пародии, значит это что-то хайповое. Раз хайповое, значит это мем. Наверное, такая логика. Просто на меня мем все-таки это другое понимание. Это что-то такое должно быть забавное. Хотя бы чуть-чуть. Это что-то забавное, и чтобы это все знали. Ну да, вот помнишь, как вот этот доктор Лиси идет? Маму, кот не знаю. Было так популярно, он так как-то распространился. Или когда вот этот вот танец Вэнсдэй, он тоже как-то везде распространился. А это как-то... Нет, понимаешь, в чем дело? Везде распространился. Это вот мы и хорошие критерии. Если даже мы об этом слышали, которые в ТикТоке не сидим. Значит распространился. Которые в ТикТоке не сидим. Да. Вот это вот хорошая мерка, мне кажется. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо, что за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.